В Костанае обед в школьной столовой стал дороже на 18%. Родители учеников возмущены. Они отмечают, что во многих регионах страны учащиеся начальных классов питаются бесплатно. В местном управлении говорят, что мера вынужденная, так как все продукты заметно подорожали. Нина Шапо продолжит. У жительницы Костанае Яны дочь в этом году перешла в среднее звено. Но вопрос с горячим питанием остается больной темой. Как для неё, так и для других родителей. И очередное подорожание школьного обеда – новость отнюдь неприятная. Хотя бы в начальных классах детям сделать бесплатное питание. Потому что у нас в многих семьях и по двое, и по трое детей. Чем наши дети отличаются от детей в других городах, где есть и бесплатное питание. С нового года школьный обед в Костанае подорожал на 70 тенге. Теперь вместо прежних 380 родители будут платить 450. В отделе образования сообщили, что мера вынужденная. Те продукты, которые больше всего используются для приготовления пищи в школьных столовых – молоко, масло, яйцо, мясо, сыр, хлеб, овощи, фрукты – всё это очень сильно подорожало. Мы знаем, что и вода подорожала, и отопление подорожало, и свет. Соответственно, в стоимость питания всё это входит. За счёт государства в Костанайской области питаются только дети из социально уязвимых слоёв населения. К слову, в семи регионах страны, в том числе и в столице, учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием. В сентябре 2022 года в этот список попал и Алматы. Такое неравенство вызывает недоумение у депутатов. Если это определено в нескольких регионах, то чем провинились те дети, которые живут в Костанайской области в данном случае, и не получают одноразового горячего питания. Наверное, этот вопрос нужно решать на уровне Министерства просвещения, и общественности в том числе, и депутатам, безусловно. Предложения такие, кстати, были от имени депутатов, и многие регионы откликнулись. Но, наверное, этот вопрос нужно рассматривать на уровне республики. Но, по всей видимости, денег в казне на это нет. Раз декабря прошлого года детям разрешили приносить еду из дома. И школы обязали создать условия для такого питания. Сейчас обеды в некоторых регионах оплачиваются за счет местного бюджета.